сегодня мы будем кроить основу спинку и полочку делать выкройки сорок восьмого размера это считается как бы средний размер не маленький небольшой сорок восьмой размер мерочки записала не все еще рукав еще не записывала рукав сегодня не будем строить значит я для начала хочу вам показать книги вот совсем недавно мне подарили вот такую книгу домоводство называется если где-то вам на рынке попадется такая старинная книга рекомендую ее приобрести здесь не только про домоводство а здесь вот от середины начиная про шитье честно скажу я сто лет не делала выкройки когда-то давно сделала пользовалась и своими выкройками и бурдой пользовалась но вот эта книга мне очень понравилась и я решила и самой интересно помню ли я как делаются эти выкройки это же было давно так давно что страшно сказать сколько лет назад когда делали в училище такие выкройки ну и вот я решила значит буду подглядывать сюда сюда и буду вам рассказывать и будем строить спиночку и полочку значит еще немножко расскажу какие у меня есть книги я последние годам мало шила женскую одежду в смысле вот легкую шила шубы в основном шапки поэтому как бы этими книгами не пользовалась но тем не менее значит вот такая книга шейте сами тоже приобрела несколько лет назад на ворохолке на ворохолке случайно попалась и я подумала а вдруг когда-то пригодится так что вот рекомендую для тех кто только-только начинает шить но разумеется всегда надо начинать любую работу идут все от простого к сложному также и в шитье вот сорочечка выкройка прям вот простейшие простейшие описание такое вот хорошее так что вот советую вам приобрести вот такие книги если найдете конечно сейчас книг много есть и современные книги но стоят они намного дороже а вот именно на барахолке хотя основа все та же самая принцип все тот же самый очень интересные такие вот книги немножко отступление просто вот смотришь на эти платья восхищаешься как все красиво это значит производство рига шестьдесят второй год шестьдесят второй год здесь поменяла обложечку тоже было написано домоводство это уже третья книга значит книга на украинском языке а вот эта книга на русском языке которая уже показывала москва пятьдесят седьмой год домоводство и вот начала сравнивать и вот оно все идентично слово в слово слово в слово все как шить как снимать выкройку хотя здесь много выкройки идет именно моделирование как с одной выкройки сделать значит другую выкройку вот такими книгами будем сегодня пользоваться знаю местное то не уместно покажу еще одну штучку вам значит вот это у меня сохранился альбом значит когда я училась в училище это был семьдесят восьмой год целая вечность прошла ну и вот смотрите построение юбки умеренный клеш и вот мы шили вот такие вот маленькие юбочки в миниатюре а ну сейчас я померяю вот это дюймы ну наверное шили в сантиметрах а вернее в миллиметрах вот если длина юбки семьдесят пять сантиметров здесь семьдесят пять миллиметров да это вот шилось в миллиметрах и очень удобно даже так что кто только начинает шить можно шить вот или в миллиметрах или в дюймах и очень даже удобно шить вот такие маленькие вещички ну конечно тут ценности большой не представляет сейчас смотрю просто удивляюсь немножко грубовато и не точности вижу но тем не менее и так приступим значит сейчас будем кроить спинку и полочку основу такую на основании этой основы этой выкройки будете потом уже делать какие вам надо выкройки хотя многие конечно пользуются журналом бурда модом бурда это очень хорошие журналы тоже имеется мне такие журналы и пользовалась я снимала выкройки тоже шила так что и по журналу тоже можно шить но сегодня будем делать выкройку сами так взяла тетрадочку в клеточку повторюсь размер 48 объем груди талия бедро а это значит полу обхват красным записала именно вот это мы будем использовать проводим линию вертикальную чертим квадрат значит сторона а b c d вернее не квадрат а прямоугольник а c будет равняться длина спинки плюс 18 сантиметров ну это считается такая универсальная длина для сорок восьмого размера от талии до бедер и того 48 извиняюсь длина спинки 38 плюс 18 56 сантиметров будет вот эти вот 56 сантиметров откладываем я буду не в сантиметрах не в миллиметрах а буду в дюймах это больше чем в миллиметрах так вам будет лучше видно откладываем теперь горизонтальную линию а b это именно размер а он у нас 48 плюс пять сантиметров это в любом размере прибавляется ну на свободу кроя считается на свободу кроя и того получается 53 сантиметра делаем прямоугольник некоторые линии будут вспомогательные буду чертить карандашу вот здесь у нас будет располагаться спиночка здесь будет располагаться полочка так это значит у нас длина а c от ростка до линии бедер здесь значит надо отложить до линии талия значит длина спинки до талии 38 сантиметров откладываем эту длину надеюсь все видно длина спинки до талии отложили теперь откладываем длину проймы не буду вас утруждать вот этими всякими значит формулами как вычислить вот эту вот глубину проймы а буду показывать и вы можете это записать и потом оно вам пригодится если вы будете другой размер вот глубина проймы 48 имеется ввиду размер если у вас будет 50 значит потом поставите 50 деленное на 3 плюс 4 сантиметра равняется 20 сантиметров откладываем глубину проймы чертим линию до этой стороны квадрата нам эта линия пригодится не только для спинки но и для полочки так откладываем здесь ширину спиночки так ширина спиночки у нас ширина спиночки у нас 35 сантиметров но нам надо в половинном размере поэтому вычисляем и пишем 17 с половиной сантиметров надеюсь вам видно пишу красным вот 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 это равна 56 сантиметров не буду сильно хвастаться что я прям там мастер какой-то как говорится у каждого мудреца довольно простоты также и у мастера выкройки не делала давно будем делать вместе значит так от точки а откладываем 6 с половиной сантиметров вправо вот показываю значит формулу как вычисляется это у кого сорок восьмой размер можно просто запомнить что росточек вырез сзади 6 половиной сантиметров кому надо другой размер вычисляете по этой формуле 6 половиной поставили меточку откладываем вверх два сантиметра соединяем нашу точечку с этой точку а с этой точкой плавной линии это будет наш росточек думаю всем это понятно вот допустим у нас фигурка да вот идет середина спинки позвоночник вот вот этот росточек мы сейчас вычертили вот теперь занимаемся плечом и всем остальным так здесь нам надо отложить ширину спинки ширина спинки в половинном размере 17 с половиной сантиметров отложили на этой линии откладываем два сантиметра вниз если здесь было вверх то здесь вниз потому что плечо вот такое будет покатая никакие буквы лишние тут писать не буду ни ты ни г ни один ни два потому что не хочу вас утруждать так соединяем плечо не просто смотрим какая у нас длина плеча некоторые пишут ширина плеча я привыкла просто писать длина плеча или даже просто плечо значит вот допустим по книге на сорок восьмой размер идет почему-то плечо 14 сантиметров и плюс один сантиметр на свободу получается если девочка сорок восьмого размера то у нее плечо 15 сантиметров я например считаю это неправильно ну может быть это из-за того что это очень старая книга и может быть тогда шили таким образом 13 сантиметров достаточно вполне вот 13 сантиметров вот эту линию надо разделить на 4 части равных это потом нам пригодится так что мы делаем теперь значит вот здесь это такой как бы стандарт 3 сантиметра по диагонали ставим точечку чтобы нам определиться с проймой пройма у нас 12 сантиметров сейчас посмотрю может быть это кому-то пригодится ширина проймы вот 48 это наш размер если у вас размер другой другую цифру подставляете деленное на 4 равняется 12 значит для сорок восьмого размера 12 сантиметров здесь вот как бы немножко по-другому но я решила видоизменить потому что тут все таки это не просто основа какая-то блузка здесь вот линия талии идет вниз это ничего мы делать не будем это все устарело и к нам это не имеет отношения значит и вот это вот значит боковой шов слишком он идет близко к спинке мы его сделаем по центру будем немножко моделировать мы на это имеем право и так ширина пройма у нас 12 сантиметров откладываем вот по этой линии ну раз тут будет по центру значит поставим еще и центр вот 6 сантиметров и теперь делаем нашу значит пройму на спинке вот наша вторая значит меточка эта точка должна пройти через меточку через вот эту вспомогательную точечку и вот такая вот будет у нас проймочка так это у нас бачок проводим вертикальную линию вниз вот линия у нас так это у нас линия груди и она же линия как бы вот проймы грудь талия бедро ну или почти бедро наивысшая точка бедра она будет идти чуть ниже можно сделать здесь вытачку раствором два сантиметра помню когда училась в училище многие не выдерживали все вот эти вот буквы все вот эти вот цифры просто с ума сходили так казалось им это все тяжело поэтому я лишнего загружать не буду никакие лишние буквы писать не буду хотя вот это пожалуй напишу 6 с половиной сантиметров плечо у нас 13 сантиметров здесь 3 сантиметра немножко получается я не дошла до этой точечки ну будете иметь ввиду что вы тут вот три отсюда сюда 3 сантиметра так что дальше мы делаем теперь мы занимаемся полочкой эта часть у нас для полочки значит с точки б надо вот сюда отложить 7 сантиметров точка вы будет посредине поэтому 3 с половиной сантиметра находим 1 2 3 3 с половиной так поставим здесь семерочку вот отсюда сюда 7 сантиметров также по горизонтали 7 сантиметров откладываем делаем такой квадратик так вот так по диагонали откладываем тоже 7 сантиметров чтобы нам сделать горловину такую кругленькую теперь все эти точечки соединяем и будет у нас горловинка вот у нас горловинка теперь занимаемся значит плечом так отложили мы 7 сантиметров по горловинке хочу показать если у кого-то другой размер как вычислять вот построение переда вырез горловинка вот по вот этой формуле значит 18 это у нас объем шеи 36 а полуобхват шеи 18 вот полуобхват шеи вот по этой формуле вот так вот мы нашли эти 7 сантиметров так теперь делаем вот здесь как бы квадратик продолжаем вот эту вот линию нашу так значит с этой точке проводим 4 сантиметра и опускаем вниз на 0,5 0,5 это совсем чуть-чуть но тем не менее будем придерживаться так это уже у нас плечо делаем вертикальную линию вниз до линии груди это у нас уже вытачка раствор вытачки для 48 размера равен 7 8 сантиметров вот наша вытачка так сейчас немножко поищу может быть какая то еще есть информация которая будет вам полезна так вот глубина на грудной вытачке до 50 размера 7 8 а свыше 50 размера 10 12 сантиметров значит откладываем 7 или даже 8 видите как все условно то ли 7 то ли 8 7 сантиметров замеряем эту длину вытачки она у нас равна 23 и вторую сторону вытачки тоже делаем 23 сантиметра чтобы они были у нас одинаковые так это у нас вытачка значит если здесь у нас 4 сантиметра а всего у нас 13 значит здесь надо отложить еще 9 сантиметров значит вот от этой точки откладываем влево вот к этой звездочке вот мы делили эту сторону на 4 равные части это вот меточка сейчас нам нужна для построения нашего плеча на полочке соединяем но это будет у нас вспомогательная пунктирная линия делаем ее пунктиром теперь значит да вот эту сторону тоже надо разделить на 4 равные части вот главное написано что делим на 4 равные части а я визуально вижу раз вот эти стороны у нас равны значит и вот эти звездочки должны располагаться напротив друг дружки а вот эта располагается немножко ниже а эта немножко выше хотя она нигде тут не задействована а задействована именно эта ну ладно поверим как говорится на слово значит делим эту сторону на 4 равные части значит здесь откладываем 9 сантиметров и теперь вниз откладываем полтора сантиметра это и будет наша линия плеча полтора сантиметра надеюсь показываю все понятно линия плеча так теперь значит от этой линии от этой точки мы откладываем вот к этой меточке пунктирную линию проводим вспомогательную так сказать и посреди этой пунктирной линии откладываем сантиметрик так тут у нас 8 значит 4 ой не сооружу нет это не 8 это 13 у нас почти 13 6 с половиной вот тут будет серединочка тут будет серединочка откладываем вправо 1 сантиметрик так вот здесь нам нужна еще вспомогательная линия точечка значит вот так проводим диагональку и откладываем два с половиной сантиметрика два дня сидела вот это разбиралась с этими выкройками думаю ну че я морочу себе голову ну возьми ты приложи выкройку и выкрой и на этом все закончится нет захотелось мне именно сделать выкройку думаю и сама вспомню как это было когда то делала и может быть кому то это будет полезно значит соединяем эту точку вот эту на сантиметр мы ее делали правее вот эту нашу вспомогательную точечку вот так вот плавной линией через эту точечку проходим и вот таким вот образом будет наше плечо наведу пожирнее чтобы было видно наверняка плечо видно это тоже немножко вытачку видно так что еще хотела тут сказать ну и тоже делаем боковую вытачку раствором раствором два сантиметра честно скажу на руках времени нету показывать рассказывать Ну, думаю, по спинке и по полочке все понятно. Значит, можно здесь написать. Хотя я неоднократно показывала эту книгу. Надеюсь, вам видно. Все. Сейчас покажу, значит, чертежи рукавов. Вот такой одношовный рукав. Кроется легко. Ширина рукава 38 см. Делим на 4 равных части. Хотя это минутное дело, сейчас покажу. Так, 38 см. Откладываем. Длина рукава, ну, допустим, 60 см, да? Надо было сразу разделить на 4. Так, длина, допустим, 60 см. Значит, вот здесь вот у нас. Так, ширина рукава у нас не просто взята 38 см, а вычисляется она вот по этой формуле. Потом, значит, линия спуска оката рукава 14 см. Вычисляется вот по этой формуле. Значит, получается, так же вот делаем прямоугольник. Значит, если тут у нас 14, а всего 60 см. Ну, это обычный рукав, прямой. Для плаща мы его, может быть, видоизменим. Был у меня где-то рукав, который именно идет для пиджака. Может быть, его буду использовать. Но хуже не будет, если я вам покажу эту выкровечку рукава. На 4 равные горизонтали разбили. Вернее, теперь уже вертикали. Так, соединяем эту точку с этой точкой. И так соединяем пунктирной линией. Так, вот это у нас сторона к спинке. Это сторона к полочке. Здесь находим серединку и поднимаем на 2 см вверх. Так, на 2 см вверх. Поставили точечку. Здесь находим серединку. И сюда 1 см откладываем. Теперь плавной линией соединяем эту точку, эту, вот эту точечку пересечения с этой точкой и выходим сюда. А кат рукава со стороны спинки у нас готов. Значит, здесь ставим пометочку 1 см в эту сторону. Здесь 2 см. Здесь немножко будет по-другому. Находим серединку тоже. Здесь было 2 см. Здесь 1,5 см. Объясню почему. Вот, когда вы этот рукав оденете на себя, да, рука же у нас движется вперед. И вот это, как бы, больше здесь делается для свободы движения руки. А здесь достаточно 1,5 см. Так, здесь 2 см выемка. Тоже от центра нашей линии. Ну и соединяем, вот таким образом, через эту, через эту точку плавной линии. Вот таким образом. Вот такой у нас рукавчик. Так, низ рукава к переду внизу сантиметр отступаем. Тут уже 2 см. Не буду далеко убирать. Прямо так, на глазик. Сантиметр. Здесь 2 см. Здесь опять сантиметрик. Здесь выходим на 0 см. Ну и здесь сантиметрик, чтобы совпали наши точечки. Рукав должен быть не прямой, а вот такой. Хотя многие отступают от этого. Сейчас такие ткани пошли, что иногда это может быть и ни к чему. Но вообще, по правилам, вот такой вот рукавчик. Это рукавчик у нас с одним швом. Вот, один шов. Значит, где-то тут я видела рукавчик такой хороший. Ну, сейчас найду и покажу. Мы сделали выкроечку вот такого прямого рукава. Хочу показать вам еще вот такой рукавчик. Это узкий рукав. Надеюсь, мерочки вам все тут видны. Может быть, кого-то заинтересует такой рукавчик. В другой книге нашла вот такие рукава интересные. С выточкой. Снизу. Здесь выточка в локте. Ну, может быть, кому-то это пригодится. Но, наверное, на своем плащике я буду делать все-таки вот такую вот. У меня выкройка такая есть. Буду кроить, наверное, вот такой рукавчик. Значит, называется он выкройка двухшовного рукава к жакету легкой проработки. Ну, вот это оно и есть. К легкому плащику оно очень даже подойдет. Надеюсь, мерочки вам видны. Если заинтересуетесь, можно именно такой рукавчик сделать. На сегодня все. До новых встреч!